Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас реакция на единственного и неповторимого. Я так взволнована. Давайте приступим. Если вы не знаете, кто я такая, меня зовут Элиша. Мне 26 лет. Я певица из Сиднея. Эта песня называется «Квараквим Ай». Возможно, я сказала что-то не так. «Квараквай Ай». Короче, вот название. Я не знаю, как сказать это правильно. Как же мне не терпится послушать его. Я не знаю, о чём эта песня. Не знаю, это его песня? Полагаю, это его песня. Давайте уже начнём. Это будет что-то грустное. Я уже испытываю столько эмоций. Его голос. Эти малейшие интонации. Это его песня? Эту песню он посвятил кому-то? Кто этот человек на заднем плане? На картинке. Может быть, эта песня о том, кто ушёл из жизни? Я честно не знаю, о чём эта песня. Но это что-то личное. И такая эмоциональная песня. Вот чёрт. Я такого не ожидала. Настолько красиво. Боже, там нет зрителей в зале. Какое же пианино. Напишите мне, кто этот человек. Потому что я без понятия, кто он. Музыка. 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 У меня внутри. У меня внутри. Музыка. У меня внутри. Такое. Музыка. Музыка. Боже, он такой чувственный, и он так проживает эту песню. Я стараюсь не плакать, потому что это очень трогательно. Вот эти крохотные разбежки, что он делает, это произведение искусства. Мне нравится пианино. Субтитры создавал DimaTorzok У меня просто нет слов. Я совсем не знаю, что сказать, ведь он унес меня вместе с собой. У него такие ярко выраженные эмоции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да я просто не знаю, что сказать. Я была вместе с ним, и мне не нужно было что-то говорить, чтобы выразить свои чувства. И это поражает. Я не знаю, что это за человек был на фоне, на экране. Может быть, это был... Нет, я не знаю, но я обязательно посмотрю это. Это было так прекрасно. Все мы знаем, как хорош Димаш. Каждый Диарс об этом знает. Все его выступления. Каждая песня. Удивительны. И не важно, какая сцена, сколько там людей в зале. Он исполняет независимо от этого.